Идут фантажные работы по тому, чтобы подвешивать куб. Именно это тоже такой очень серьезный конструктив. Сегодня мы начинаем фасад с правой стороны. Видите, работа крана. Левую сторону мы уже зашили. Вместо окон пластик, вместо голубого цвета темно-синий. Главный спортивный объект края преображается не только внутри, но и внешне. Уже к осени фасад дворца обошьют синий-белыми сэндвич-панелями. Такое решение оправданно считает руководство, ведь оно соответствует цвету главной хоккейной команды края «Динамо Алтай». Вот только для градостроительного совета города это не аргумент. Новая расцветка их возмутила. Бедный дворец спорта. Совершенно очевидно, что новые фасады хуже старого образца и абсолютное непонимание градостроительного контекста. Историческую ценность имеют мозаичные панно и стильный логотип наверху. Это нужно сохранять и тактично включить в решение фасада. После волны негодования проект фасада решили скорректировать, как пока еще обсуждается, пояснил управляющий директор Ледового дворца Евгений Якунин. Читая комментарии, никто не критикует на самом деле. Если мы говорим про градостроительный совет, наверное, только одни критиканты у нас. А так молодежь в ВКонтакте, в Инстаграмах, везде говорят, что, конечно, нужен современный, качественный новый фасад здания. Потому что то, что было построено 70 лет назад, давно уже устарело. Мы тоже решили спросить горожан, как они оценивают цветовое решение. Все не получше будет, как-то поизящнее, как по мне. Поярче? Да, поярче. Новых красок добавят. Вполне, почему нет. Насколько я слышал, будет новый дворец. То есть никакого супермаркета не будет. Это самое главное? Это самое главное, да. Хоть орла пусть нарисуют, мне без разницы. Лишь бы работал. А заработать по всем срокам он должен осенью. Несмотря на то, что сдана самая важная часть, демонтированы деревянные перекрытия, установлены новые, остается еще много работы. Предстоит установить новые трибуны, заменить коммуникации, построить современное ледовое поле. Руководство, конечно, не утверждает, но надеется, что уложится в срок в концу сентября. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком. День с толком.